Музыка Следующий выступающий Максим Митусов, экс Яндекс Финтех, эксперт в сфере платежей и переводов. Максим, пожалуйста, ваше слово. Здравствуйте. Я прям немножечко… Во-первых, рад всех приветствовать. Мне сейчас пролистали слайды. Самое забавное, что это с предыдущей конференции. Не текущей, не про Киргизию. Не про… Да, вы мне… Ладно, давайте работать по этим. Больше расскажу голосом. Меня зовут Максим. В Финтехе я уже лет 15. Работал в ЦФТ, работал в… Создавал два… Стоял у истоков двух банков. Модуль банк – это банк для предпринимателей. Год 14, 15, 17. Дальше Яндекс Банк. С самого ноля его создавал. Участвовал в создании. Извините, команды-то большие. Далее опыт работы в системе быстрых платежей. Я думаю, здесь вы тоже все видели эти квадратики чудесные. QR-коды. Далее запускал Alipay в России. Ну, короче, про QR-платежи. Ну, я такой амбассадор этих самых технологий. Когда я выхожу из больших компаний, я начинаю заниматься не тем, за что мне платят, а тем, что мне интересно. А мне очень интересно заниматься исследовательской деятельностью, считать отчетность центрального банка, смотреть транзакционные отчеты и прочее, прочее. То есть вот от этого меня прям прет. Вот, теперь вот правильно презентация. Давайте. И сейчас я вам покажу кое-какие слайды и исследования ровно на эту тематику. Смотрите. Дальше будет очень много статистики, графиков. В конце будет QR-код. Можно будет все это почитать и прям в виде статьи подготовился. Так что можете сразу не фотографировать. Здесь приведены флаги разных стран. Теперь провокационный вопрос. Как вы думаете, Узбекистан на какую из этих стран больше всего походит и у кого нужно учиться? Точнее, учиться нужно у всех, но кто для вас максимально релевантный опыт? Есть варианты? Китай? Нет? Нет? Я сейчас сделаю провокационное заявление. Вам больше всего нужно учиться у Индии. Тишина в зале, да? Сейчас объясню почему. Смотрите, начнем со статистики. У меня сравнительная статистика по ряду стран. Все это основано на данных центральных банков соответствующей страны. Первое. Я могу назвать, что в России 400 миллионов карточек на 146 миллионов населения. Вам это мало что скажет, поэтому все дальнейшие исследования, оно пересчитано, количество карт и других устройств на одну душу населения, на одного человека в стране. В России мы за 15 лет, с 2008 года стартовали с уровня 0,83 карточки на человека. Сейчас у нас три карты на каждого человека, живущего в России. Там еще есть показатель, как активная карта, она еще меньше, там в районе 2 и 2 карточки на человека в России. Это то, что у нас сейчас есть. Что в мире? Самая карточная страна, как ни странно, Япония. Там 13 карточек на человека, очень много, только пользуются мало. Это самая кэшовая страна из всех развитых. У них доля наличного оборота больше 40% от всего, чем платят. Ну, тут Индия, карточки там не прижились, там пошли по другому пути, об этом можно отдельно долго рассказывать. Что про ближайшие страны? Вот страны постсоветского пространства. Казахстан прет, обогнал Россию. Очень хорошие показатели по карточкам, очень хорошие показатели по много чему. Узбекистан и Азербайджан, в этом смысле, очень похожие страны. Вот я называю ситуацию, что в этих двух странах, вам это интереснее, у вас начинается фазовый переход. То есть страна начинает перестраиваться из наличной страны. То есть сейчас Узбекистан, безусловно, страна кэш-онли. Или кэш-фейерс. Я специально вчера приехал пораньше, походил по городу, поговорил с таксистами, сходил на рынок, убедился, что терминалы есть, но никого они не пугают, но ими, в общем, мало пользуются. Так вот, у вас начинается фазовый переход, он займет какое-то время. Дальше идем. Ну, здесь быстренько по количеству платежных терминалов. У нас в России на 10 тысяч человек 274 терминала. Это вот свежайшая статистика 23-го года. Ну, Казахстан, как всегда, впереди. У вас терминалов достаточно много, ими пользуются, но в целом нагрузка еще не такая большая. И еще будет расти. Это прям мой прогноз такой вам. Далее. Количество банкоматов. Вот тут очень интересная история. Сразу все страны собрало в одном месте. В России была история. То есть как Россия переходила к истории отрицания кэша. То есть Россия сейчас очень безналичная страна. У нас доля наличных порядка 14%, не больше. У нас сначала всем раздали карточки. В 2008 году более-менее у всех уже были. Все знали, как им пользоваться, но это была такая достаточно экзотика, чтобы платить. Потом туда начали массово переводить заработные платы. То есть у нас ушли истории с выплатами в конвертах. С этим очень сильно боролись. И в целом зачисление, все пошло на карточки. И люди от года до 2014-2015, они массово, то есть было две транзакции на карточку. То есть получили зарплату, он пошел аванс, и основной расчет все это забрал. Вот так работало. И потом уже в 2014-2015 году пошла другая история, когда люди начали карточки им постепенно платить. И вот к 2019-2020 году фактически у нас закончился переход от наличной экономики к безналичной. Там еще было много прикольных вещей по пути. Вот, смотрите, есть такой термин розничные платежи. То есть вот собираем всю статистику, которая в России есть. Это все платежи за продуктовый, непродуктовый ритейл. Это все платные услуги населения, в том числе ЖКХ, то есть многое-многое другое. И общепит. То есть везде, где человек может заплатить сам. Или перевезти деньги, неважно какая механика, но где он там платит. То есть никаких вкладов, никакой инвестиционной деятельности, а вот именно такая покупка автомобиля в том числе. Вот в России рынок розничных платежей, он утроился за вот эти 15 лет. Инфляция и прочее. Но в целом рынок порядка 65 триллионов рублей. Это суммарные все платежи, когда физик платит Юрику. Как структура выглядит? Вот у нас в России, получается, в 2010 году почти все было в кэше. Все платили наличными. И потом вот доля серая зона, это вот рубли, то есть они снижались, снижались, снижались. Все это ушло в карточки. То есть народ ушел платить картами. То есть у нас там 53 триллиона рублей. Это оборот карточный по традиционным обычным платежам в платежных терминалах. Это доминирующий метод оплаты. Правда, я вот сейчас скажу, все скромно говорят, коллеги из визы рассказывали про P2P и прочее. Я сюда график не выводил. Вот если взять статистику по переводам, аккаунт-то аккаунт, тот же СБП или переведи мне на СБЕР, в России эта цифра составляет порядка 80 триллионов рублей. То есть это вот до потолка будет, и места не хватит. У нас очень много P2P-переводов. Человек сам себе переводит между счетами, между разными банками. У нас очень развита история про оплаты, псевдоэкваринг, так называемый, когда ты можешь заплатить за услуги какие-то. ФНС налоговикам это очень не нравится, за этим начнут сейчас охотиться, но тем не менее данность она такая и есть. То есть вот мой такой экспертный прогноз или мнение о том, что не имея гигантского P2P, никакого экваринга у вас не будет. То есть вот поэтому аккуратненько присматривайся к этой истории, потому что ровно то же самое видно в Индии, ровно то же самое работает в Китае и во многих других странах, где есть P2P. То есть у тебя сначала вырастает P2P, пускай оно какое-то не очень белое, то есть вот с точки зрения налогового законодательства, а потом у тебя уже и экваринд начинает догонять. Ну как бы тренды, они во всех странах плюс-минус совпадающие. Ну это по долям, да, то есть вот стартовали с 95% кэша в экономике, сейчас это 14%, остальное это карточки и СБП. Так, дальше, ой, надо ускоряться прям, исследования WorldPay, то есть мы говорили про постсоветские пространства, про Россию, а это исследование мировое, 40 стран, то есть 86% населения, прям много, очень рекомендую этот отчет достать, почитать, как бы он доступен в бесплатном доступе. Как вообще в целом в мире? В целом в среднем по вот этим 40 странам на кэш приходится 14% операций, то есть в целом мир еще, ну уже такой довольно безналичный. 45% это чистые карточки. Что я подразумеваю под чистыми карточками? То есть это когда физически карточку достали, засунули в терминал, или прокатили, или тапнули, неважно что, или в e-com вы просто взяли карточку, реквизиты карточки в платежную форму забили, 3DS, вот это вот все, то есть это вот чистые карты. И есть вот такой термин, который в русскоязычной среде пока не распространен, это альтернативные платежные методы. Это термин как бы как раз в англоязычной прессе и исследованиях уже достаточно популярен, до нас еще не докатился. Вот альтернатива это все остальное, то, что сюда не входит. Сюда входят электронные кошельки, и причем в классификации, кстати, визы, в вашем исследовании, спасибо большое, прочитал, что под электронными кошельками подразумевается и Apple Pay, и Google Pay, и китайские WeChat, и LePay, это тоже кошельки, это все альтернативные платежные методы. То есть они несут какую-то другую интересную ценность. И вот в мире это почти треть всех розничных платежей, которые совершают физики. И такая тоже провокационная история, очень много шума про e-com, что все уходят в e-com, все платежи уходят в e-com, все деньги уходят в e-com. Нет, это не так. То есть в среднем по миру на e-com приходится 14%, в России 16%, самая e-com-овская страна Китай, там 21 или 22%. То есть в целом, и причем темпы прироста e-com, они потихонечку снижаются. То есть вот такая динамика. Все в e-com не уйдут. В оффлайне еще многие годы, десятилетия будет много-много денег. Поэтому бизнес для оффлайна вполне можно строить, а не засматриваться только на e-com. Это такой прогноз. Ну тут прям время у меня уже стекло. Я вам покажу несколько картинок. Это вот разные страны. Это страны, которые от кэша переходят в безнал. Обратите внимание, в 2017 году почти все серое. В 2023 году уже очень много синего. То есть народ переходит в карточки. А это, если не видно, там Нигерия, Филиппины, Таиланд, Япония. Вот это самое. Ну то есть дальше по списку. То есть тренд на снижение кэша, он вообще везде и повсеместный. Нет ни одной страны, где бы кэш рос. За исключением одной североевропейской страны, где они там перемудрили и кэш вообще убили там до 3%. А потом пришлось откатывать, потому что многие другие процессы у них порушились. Единый тренд, везде карточки, точнее так, кэш падает, карты растут, но уже перестают расти. И очень много потребительского трафика уходит в альтернативные платежные методы. Кошелечки и вот это вот все. Так, ну два слайда. Кэш всегда снижается, про это говорили. Карты перестали расти в чистом виде, но их очень много в альтернативных платежных методах, токенизации, вот эти все вещи. Это всеобщий всемировой тренд. Конкретно про вас, про Узбекистан. У вас еще очень много интересного впереди. То есть у вас точно будут еще кэши расти, то есть у вас денежная масса точно будет нарастать, люди будут этим платить. Постепенно люди будут переходить на использование карточек. Сейчас уже по статистике ЦБ очень хорошо видно, что вот у вас сколько денег напечатано и ходит в обороте, примерно столько же лежит на остатках, на счетах не до востребования, а просто остатки по счетам. То есть эти цифры очень близкие. То есть они то одна больше, то другая. То есть люди уже привыкли к безналу, просто они платить безналичным образом не очень-то хотят, а вот хранить, вклады делать, кредиты брать, вот к этому уже народ привык. И это в этом смысле достаточно прогрессивная страна. Просто привычки меняются достаточно долго. То есть это 3-5 лет тренд возрастающий. Расцвет P2P, но мне рассказывают, что он у вас тут цветет. То есть примеров не могу приводить, но судя по улыбкам, как тут некоторые люди улыбаются, все-все знают, все-все понимают. То есть P2P реально это очень крутая штука, и она гигантская. И ее нужно прям аккуратно смотреть, но ни в коем случае не зажимать, потому что это тренд к цифровизации сильный. Ну и только через 3-4 года у вас произойдет откат от кэша в какой-то безнал. То есть в России 12 лет назад, вот в 2012 году, кто бы сказал, что Россия от налички уйдет куда-то в карточки, вас бы за сумасширцев посчитали. Все говорят, что Россия страна кэша, и так будет всегда. Ничего подобного. За 5 лет поменялось радикально. Так, ну и последний самый слайд. Вот тут ссылка, QR-код. Там все эти слайды, все можно прочитать, если не все успели сфотографировать. Ну и это всякие исследования, которые я тоже готовлю, скоро будут. Так, у меня все. Спасибо большое.